вчера у нас был совместный стрим с екатериной которая ведет канал живая еда она рассказывала о своем собственном опыте исцеления и знаете вот одно дело рассказать а другое дело еще прокомментировать этот опыт чтобы более ясно понять вот мне очень хотелось сделать такое видео чтобы чтобы рассказать ну не хочу я смотреть видео а попробую по памяти очень важно чтобы мы с вами использовали вот свою память они они знаете вот полагались на какие-то технические средства и так что у меня мне попало вот смотрите там по ходу по ходу видео упоминается всего лишь разочек о том что она болела желтухой она болела какими-то еще заболеваниями то есть она в детстве перенесла или вроде даже были и фурункулы перенесла ряд различных заболеваний и все вот в детстве не были и все это пошло я вам как-то уже рассказывал в видео вот я вам советую если вы хотите конечно понять науку оздоровление капитально это ну посмотреть все мои видео я не стараюсь вам дать какой-то рецептик от того ли сего это все это ерунда вот как раз смотрите сейчас я начну говорить вот было желтуха были там фурункулы насколько я помню все это было в кавычках вылечено вылечено вот такие рецептики какие-то вылечено и все нормально на самом деле ничего это не было вылечено это просто-напросто было загнано поглубже в организм поглубже и в течение многих-многих лет это просто-напросто тлило и пока еще жизненная сила сопротивлялась как-то жизненная сила это основа нашего иммунитета и возможности восстанавливать организм так вот сколько там примерно 30 с лишним лет уже возникли серьезные заболевания то есть на четвертом десятке возникли серьезные заболевания это что там мастопатия возникла возникли значит вот миома матки так я понимаю да что там опять проблема с печень то есть никуда это ничего не делась никуда не делась более того оказалось что там и у мамы это было и то есть это было у родственников и это вся можно так сказать зараза передается с одного организма в другой уже при рождении даже не надо там при рождении во время значит когда вынашивается плод уже там идет заражение потом уже начинает вот это все проявляться чтобы вы понимали откуда растут ноги если у вас что-то было какая-то гноеродная инфекция она значит уже передалась и вашим детям значит что надо делать надо значит вести такой образ жизни и применять такие очистительные противопаразитарные процедуры которые бы показывали вам что там нету и возможно она хорошо делала это то что сдавала анализы сколько там было пять шесть видов листов а а полечилась нету были значит вот эти вот и имеется от них особо никуда не избавиться это что-то там кондито это там молочница это еще что-то там плесни в этот грибок грибки вот как раз они так знаете они рассматривают наш организм как бы в нем сделать грибницу которую мы уже рассматриваем как своего рода этот самый как онкологию значит ничего не было сделано в детстве и это все продолжалось все это тлело все это усугублялось а человек живет и думает что все нормально он там ничего не болит и вот возникают вот такие вот вещи это уже результат эволюции вот той заразы которым мы заразились в детстве и получаем и если вот мы знаете понимаем что надо лечиться не столько там допустим от миомы не столько там допустим там грубо говоря от того что уже эта печень больная или еще что-то а надо лечиться от причин которые ее вызвали и вот как раз и не просто вызвали а подойти в комплексе о чем я в книгах и рассказываю вот эти книги мои основы здоровья и целительные силы ну и другие они рассказывают как подойти к своему организму к его оздоровлению к его сохранению здоровья в комплексе и вот она как раз подошла и смотрите что предлагали что-то там и щитовидное что железа там болела предлагали три операции на груди в матке там и и наверно на щитовидное может я немножко запамятного уж у меня извините можете пересмотреть но то есть человеку вместо того чтобы разобраться вот как и как лечить предложили не работать с причинами а работать с лет со средствами убрать матку вырезать там грудь там отрезать что там это там сделать все и на этом якобы закончить но позвольте гноеродная инфекция как была так она осталась она там будет работать те же самые листы как остались они так и будут работать отравлять грибки вот этих то что были как они остались так они будут дальше работать и плюс вот эти все эти самые операции есть не что иное как ослабление организма и что дальше ждать дальше ждать что через буквально год после вот этих вот операций весь этот процесс опять возобновится и опять что резать и в результате человек человек перестает быть женщиной быть быть мужчиной ведь она рассказывала про свою видите брат огромный полип был туда-сюда что его начали вырезать и так и сяк там не могли как следует отрезать будем говорить потому что он уже пророс а вот если бы протравливать началось протравливание организма создавание душника что он там не может быть видишь он бы и ушел и вот смотрите ее работа шесть месяцев шесть месяцев нормальной я бы не сказал что там какой-то супер дупер там работа была ну вот если так выразиться что что-то непосильное для человека что очень тяжелое да нет это все посильно это все нормально можно сделать главное чтоб никто не мешал и она молодец отдалилась от всех этих ох они ах они и начала делать то что что надо делать и простые вещи как очищение кишечника я не спроста спросил что там выходила выходили вот эти вот медузообразные эти самые водорослеобразные образование которые чего не возникли они возникли именно с того что вот это грибница там развивается вот это там кандида там вот это вот плесневый грибок и прочее прочего сначала знаете образовывают вот эту вот слизь да и листы любят вот эту слизь копошаться в ней и ничего их не берет никакие то надо же это все выгнать вот чтобы это все убралось раз далее печеночку надо почистить нормализовать мы и чистим не для того чтобы увидеть что с нее там выходит камушки бабушки и так далее мы чистим для того чтобы нормализовать ее функции все функции которые у нас есть в организме не практически завязаны на печени было сделано было сделано далее закрепляется все это питание нормально что-то сделать не не вот она молодец не какую-нибудь там такую пищу есть которая подкармливает опять всю эту там заразу сладенько дрожжевое алина не опять ого-го-го а вот вот нету пищи да вот эти все микробы вирусы грибки они они постоянно находятся в нашем организме но если мы своим образом жизни создаем среду то естественно не развивается и им нахать на наш организм что там мы там думаем они начинают делать миому матки они начинают делать миому там это сам мастопатию груди они начинают там бедная там щитовидная железа уже от того что столько шлака в организме запор и так далее она уже начинает гипертрофироваться она начинает вот тут зуб возникать ну и прочее прочее там недобогание и 6 месяцев вот только оп и ничего не стало ничего не стало и дальше дальше профилактически вот как раз было сказано поддерживается все и она поддерживала но вот что она говорит надо с головой своей дружить а с головой дружить вот я до этого видео рассказывал о умерла мама о том как надо относиться к смерти к рождению смерти как надо относиться чтобы это в конце концов вас не разрушало неправильное отношение к вот этим вот вещам ведет к тому что человек просто-напросто взял забросил работу над собой вот у меня горе вот это ты уже не можешь помочь этому горю ничего ты не можешь сделать оно уже произошло ты уже не можешь это повлиять на него значит все переосмысли и живи дальше в результате все что было как сказала катерина опять вернулась да еще быстренько да еще в большем объеме потому что эмоции также создает эмоции и настроение создает определенную вот эту вот ауру энергетику которая привлекает тех или иных паразитов или тут как тут раз вот он же наш наш домик с которого нас выселили а теперь он смотрите опять это сама распахнул двери и ждет когда мы тут заселимся и они быстренько все это там заселили и и начали как как ни в чем не бывало разрушать его дальше и опять хорошо что вот у кати был опыт что вот так можно плюс какие-то новые знания что вот еще что-то можно сделать и опять она вытянула себя из этой трясины и мой канал да я рассказываю о рецептах но основное это понятие что работают не столько там бады витамины там травы и питания а понять как надо вести свое собственное оздоровление как надо работать со своим главным инструментом который является у нас ум каким с ним надо работать для того чтобы не болеть и более-менее в жизни преуспевать да вот 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 вот